Привет, друзья! Вы на канале Светлана Сицион и сегодня я хочу рассказать о том, как создается косметика и какое наше новое средство вышло для бренда Бохики. Итак, начнем, конечно же, с самой главной новости о том, что у нас вышло наше третье средство для бренда. Это тонер в линейке Pro-Edge. Наш тонер, вот посмотрите, он просто замечательный, не знаю, как фокусируется, не фокусируется, в общем, просто невозможно красивый. Это раз. Мы провели уже шикарную видеосъемку, фотосессию, вот, и сегодня тонер приехал к нам в офис. Буквально неделю назад мы ездили на завод и смотрели, как он там разливался по нашим красивым баночкам. Итак, тонер это наше третье средство. У нас уже вышла сыворотка, у нас вышел крем и, конечно же, в этой линейке не хватало, в этих косметических средствах, да, и в уходе не хватало, конечно же, тонера. Что такое тонер? Тонер это тонизирующее средство, которое нужно наносить после очищения. Тонер у нас восстанавливает pH-баланс после очищения кожи, поэтому я лично не представляю свой уход без тонера, и, естественно, он должен быть у каждой в уходе. Наш тонер мы сделали на основе идобинона, комплекса пептидов, не ацинамида и гиалуроновой кислоты. Также особенность тонера заключается в том, что он сделан не на воде, то есть его база не вода, а его база это экстракт коры белой ивы. То есть за счет этого он еще и будет бороться с воспалениями. А вода, то что нет воды в составе, да, и база это не вода, является также большим плюсом для того, чтобы хорошо давать увлажнение коже. Идобинон у нас является антиэйдж компонентом, пептиды тоже, не ацинамид будет работать на выравнивание тона лица, на то, чтобы также уменьшать воспаление, не ацинамид хорошо работает, и, естественно, это также антивозрастной компонент. Но гиалуроновая кислота, я думаю, вы все прекрасно знаете, для чего она предназначена. У тонера такая, почему, во-первых, это не просто тонер, тонер эссенция, 2 в 1, объем 150 мл. Вот, и видите, здесь такой удобный дозатор. Вот, у него не совсем жидкая текстура, вот, поэтому он сделан в формате, так сказать, 2 в 1, да, можно не использовать в своем уходе эссенцию. Вот, он немного такой гелеобразный, но при этом не создает липкости на коже. Вот, вот такая у него легкая текстура, которая очень быстро увлажняет кожу. Итак, как же создается косметика, и как мы создали наш тонер и все остальные наши средства? Давайте краткий обзор того, как это может сделать обычный человек вроде меня. Ну, во-первых, производство косметики, да, занимается лаборатория. То есть, в лаборатории есть косметологические технологии, которые разрабатывают формулы по вашему, грубо говоря, запросу, да, по запросу нашего бренда. Естественно, так как я сама давно в косметике перепробую большое количество разных средств, то я разбираюсь в этом, да, я знаю, какие компоненты для чего предназначены, а что с чем лучше сочетать. Но я не косметический технолог, я не создаю формулы. Я даю ТЗ и говорю, какие компоненты я хочу, чтобы были наши, например, вот линейки ProH. Конечно, для меня было важно, чтобы у нас был и добинон, чтобы у нас были пептиды, да, потому что мы создаем антивозрастную косметику, чтобы у нас был неоциномит, чтобы эта косметика была не просто, а именно функциональная. Функциональная косметика содержит в себе именно доказанные эффективные компоненты, такие, например, как аденозин, вот, и неоциномит. Если в составе есть эти компоненты, то значит, эта косметика функциональна, и наша таковой является. Поэтому косметику создают формулы, создают именно в лаборатории, и мы сотрудничаем с лабораторией, которая нам это делает. И они не создают эти формулы от балды, есть определенный рекламинг, да, который делается, есть определенные компоненты, ингредиенты, которые там можно смешивать. В общем, это такая косметическая химия, которая происходит в лаборатории. Потом нам предоставляют разные сэмплы, мы их тестируем. Также они тестируют свои лаборатории именно на наличие, например, в средстве каких-то бактерий, вдруг могут они возникнуть и так далее, да. То есть они под разными температурами тестируют средства на раздражение, смотрят обязательно по регламенту, можно ли этот компонент по закону положить, по корейскому закону, средства или нельзя. То есть это очень такое строгое соблюдение всех правил, законов, да, и только после этого тебе предоставляют какой-то сэмпл. Дальше идет работа с фокус-группой. Нам предоставляют сэмплы, я изначально, как создатель и идейный, да, вдохновитель бренда, естественно, тестирую, смотрю, нравится ли запах, текстура, да, естественно, это тоже очень важно. Есть ли эффективность и так далее, нет ли раздражения и т.д. и т.п. Вот, и дальше мы тестируем на людях, не на животных, набираем фокус-группы и фокус-группа в течение определенного времени от двух до четырех недель тестируют средства. И потом мы уже собираем отзывы фокус-группы и смотрим, кому понравилось, что не понравилось, да, у кого было раздражение. В фокус-группу мы обязательно набираем людей с разными типами кожи, с разными состояниями кожи, разный возраст тоже все это учитывается. Потом мы собираем эти данные, анализируем и смотрим, какой процент людей сказал да, какой сказал нет, у кого процента было ощущение, например, увлажнения, у кого ушли воспаления. В общем, это долгий процесс создания косметики, я вот так быстро вам сейчас говорю, но на самом деле на разработку, например, тонера у нас от момента создания формулы до вот выпуска завода ушло 6 месяцев. На создание нашей сыворотки ушло практически год. Вот, на выпуск крема ушло тоже около года. То есть, сэмплы создаются не быстро, да, их тоже делают там 2-3 недели. Потом, если вам не понравилось, вы еще заново заказываете, вам новые делают. И это может продолжаться бесконечно долго, пока вам не понравится то средство, которое вам прислали. Дальше, после того, как уже прошли, например, все утверждения, да, лаборатория прислала тот сэмпл, который вам нравится, фокус-группа его одобрила. Все, вы начинаете следующий этап, не менее интересный. Это создание упаковки, это дизайн, концепция. Упаковка тоже очень большое время занимает, здесь тоже очень важна подходящая упаковка для конкретного средства. Поэтому, если мы выбрали какую-то упаковку, мы отправляем ее также опять на тестирование в завод. Они тестируют в лаборатории это средство в этой упаковке. Хорошо ли оно сохранит свои свойства, также не в специальных инкубаторах, да, у них есть специальные аппараты с разными температурами, режимом температуры, где они тестируют эту упаковку. Вот, это происходит около недели, может занять чуть больше. И дальше, когда нам завод говорит, да, эту упаковку можете использовать для этого средства, мы уже заказываем эту упаковку, и она начинает нам производиться, да. Производство упаковки занимает от трех недель до восьми недель, в зависимости от того, какой тип упаковки. Потом обязательно мы отправляем на проверку все вот эти надписи, которые у нас здесь есть на коробке. Ни одна буква и даже название, да, просто так нельзя написать, если, допустим, в составе этого нет, и это не в... нет именно в плане... да, как сказать... Если, допустим, неоцинамид очень маленький процент, то ты не можешь его использовать, это в названии, и тут завод тоже все проверяет и регулирует. Также, если, например, ваше средство не является там средством против морщин и не отбеливает, не работает от пагментации, вы тоже не можете это написать. Поэтому здесь у нас каждая буква не проходит мимо контролирующих органов. После того, как проверили упаковку, название нам разрешили, обычно у нас это занимает два-три этапа правок, бывает, что-то говорят, нет, это название нельзя использовать, так, этот ингредиент вы не можете сюда добавить, потому что, да, например, у вас его в составе там не то что нет, да, ему там маленькое количество. Поэтому здесь очень много таких тонких нюансов. И уже последний этап, после того, как утвержден дизайн упаковки, утверждены все надписи на баночке, завод дает нам разрешение на то, что мы можем его производить, пишется календарь, когда это все делается, и начинается уже производство самого средства. В Корее очень строгие законы, и если вы хотите, например, как наш бренд, да, продавать свой продукт на территории Кореи, то здесь тоже очень нужно много разных разрешительных документов. Вот, и просто так продавать и не имея сертификатов вы не сможете. Поэтому есть такие заводы, которые, например, не предоставляют сертификаты, и там, естественно, сложно понять вообще, что они туда намешали. Мы сотрудничаем с хорошим заводом, который может предоставить нам любой абсолютно сертификат. Да, они, как сказать, работают с большими крупными брендами, такими как Ухви, Сум. Вот, господи, да, практически все, очень большое количество известных брендов выпускается у них. Вот, The Beauty of Chison, Bizon, бренды от LG, Vanilla. Более 20 или 30 брендов, я помню, насчитывала, сейчас все не вспомню, которые конкретно производятся на этом заводе. Поэтому в чем как раз-таки плюс, да, для нас? Естественно, мы выбирали такой завод, чтобы мы могли выйти с нашими продуктами и на территории Кореи, и в любой другой стране. Потому что планы у нас серьезные, и мы хотим быть глобальным брендом и продаваться по всему миру. В общем, надеюсь, вам было немножко понятно про этапы производства. Там еще очень много разных моментов, как говорится, но это уже секретная информация. Вот, либо, может быть, когда-нибудь я создам курс о том, как создать свой косметический бренд в Корее. Вот, а так, ждите скоро нашу новиночку. Тонер скоро уже появится в наличии на нашем сайте. И, конечно же, где-то в конце июня он будет доступен уже с клада в России и на маркетплейсах Wildberries и Ozone. До новых встреч! Пока!